Здравствуйте! В эфире программа общественной безопасности. Сегодня мы будем говорить о законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства и его соблюдении ответственными ведомственными и лицами. На наши вопросы ответит гость Олег Ашутов, начальник отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере Управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Республики Мордовия, старший советник юстиции. Здравствуйте, Олег Александрович! Добрый день! Олег Александрович, какие вопросы жилищно-коммунального хозяйства контролирует прокуратура? Органы прокуратуры защищают права и свободу человека и гражданина в различных сфере публичных правоотношений, в том числе и в сфере жилищно-коммунального хозяйства, куда относятся и водоотведение, и водопотребление, энергоснабжение, установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги, содержание и ремонт жилья, установление платы за ЖКХ. Прокуратура осуществляет надзор за исполнением требований законодательства в деятельности контролирующих органов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, к которым относятся органы местного самоправления, осуществляющие муниципальный жилищный контроль, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Мордовия, Республиканская тарифная служба. Органами прокуратурами, в соответствии с организационно-правовыми документами генерального прокурора, надзор в сфере ЖКХ отнесен к числу одного из приоритетных надзоров, поэтому его внимание всегда уделяется особое. Каким образом происходит вот этот контроль? Проверки в сфере ЖКХ проводятся как по обращениям граждан, так и в соответствии с планами работы прокуратуры Республики. Такие проверки по обращениям граждан, которых, к слову сказать, рассмотрено свыше 800 только в этом году, очень много. Соответственно, проверки тщательно проводятся как по жалобам, так и в соответствии с планами работы. Проверяются деятельности как ресурсоснабжающих организаций, так и управляющих организаций в зависимости от категории проверок. С какими вопросами чаще всего обращаются жители Республики в прокуратуру в сфере ЖКХ? Проблем в сфере ЖКХ достаточно. В основном граждане обращаются к нам с жалобами на действия управляющих организаций, на некачественное оказание коммунальных услуг, на незаконное установление тарифов ресурсоснабжающими организациями. По результатам рассмотрения обращений проводятся проверки. Например, прокуратурой Ромадановского района в деятельности коммунальной организации выявлено нарушение, выразившееся в начислении платы за услугу по вывозу жидких бытовых отходов в объеме, превышающем фактически выполненные работы. По результатам рассмотрения внесенного директора управляющей организацией представления нарушения закона устранены. По обращениям граждан в прокуратуру Республики вскрыты факты бездействия органов местного самоуправления, которые не принимали в собственность бесхозяйные объекты. Производился перерасчет незаконно начисленной платы за коммунальные услуги, либо продолжительность платы за коммунальные услуги, по которым была превышена. Такой перерасчет в 2023 и текущем периоде 2024 года произведен более чем 150 тысяч гражданам на сумму порядка полтора миллиона рублей. В основном граждане обращаются с вопросами на нарушение законодательства, которое допускает управляющая организация. Это незаконное установление платы, тарифов за услуги жилищно-коммунального хозяйства, непроведение работ по ремонту подъездов, придомовой территории, а в зимний период, например, неочистка снега от наледи. Также незаконные бездействия и органов контроля по нерассмотрению обращений граждан. Такие нарушения скрывались у нас в деятельности управляющих компаний и в деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства. За 2023 и стекший период 2024 года по нашим мерам реагирования гражданам произведен перерасчет платы за поставленные некачественные коммунальные услуги, либо за их отсутствие свыше установленной законом продолжительности на сумму свыше полтора миллиона рублей. По искам отдельных прокуроров пресечено бездействие органов местного самоправления по непостановке на учет безхозяйных объектов. Настоящие такие объекты на учет поставлены водоснабжением. Очень интересен вопрос завышения тарифов за ресурсы. Каким образом гражданин может понять, что тарифы завышены? Здесь мы речь ведем, смотря о каком тарифе. Это тариф ресурсоснабжающей организации, тариф, который устанавливает управляющие организации. То есть ресурсоснабжающая организация – это у нас республиканская служба по тарифам. Она устанавливает тарифы как для ресурсоснабжающих организаций, которые затем сказываются и на гражданах, так и для ряда других организаций. Ресурсоснабжающая организация и республиканская служба по тарифам мы проверяем ежегодно в соответствии с планами проверок. В 2023 году мы выявляли, что наша республиканская служба по тарифам необоснованно устанавливала затраты ресурсоснабжающих компаний «Мордов Энерго» на отдельные виды работ и услуг. В результате прокурорского вмешательства данные необоснованные затраты из числа тарифов были исключены. Что касается деятельности управляющей организации, то тариф устанавливается на ремонт и содержание, например, придомовой территории на основании протокола общего собрания. Здесь также нередко выявляются нарушения. Основное нарушение – это подделка протокола общего собрания. То есть гражданин фактически не принимает участие в общем собрании, а для него плата за содержание и ремонт имущества уже установлена. По материалам, направленным прокурорами Октябрьского района города Саранска, рядом других прокуроров, были возбуждены уголовные дела по статье 327 Уголовного кодекса по факту подделки протоколов общего собрания. То есть это официальный документ. Каким образом жители Мордовии могут обратиться в прокуратуру со своими вопросами? Жители Мордовии могут обратиться как на личный прием к дежурному прокурору прокуратуры Республики Мордовия, так и на личный прием непосредственно в прокуратуру района по месту своего жительства. Например, человек проживает в Пролетарском районе, соответственно, обращается в прокуратуру Пролетарского района. Также жители могут обратиться посредством сайта государственных услуг непосредственно в прокуратуру Республики Мордовия, либо на электронную почту на официальном сайте прокуратуры Республики Мордовия. Каких-либо особенностей в написании подобного рода обращений не имеется. Гражданину нужно указать, куда направляется обращение, от кого. Желательно указать контактный сотовый телефон, чтобы с ним при необходимости работники прокуратуры связались. Изложить существо обращений. Например, управляющей компанией не производится ремонт в подъезде. Гражданин считает, что подделан протокол общего собрания. Либо не убирается придомовая территория. Не производится ремонт. Незаконно установлены тарифы ресурсоснабжающей организации. По всем обращениям мы проводим тщательные проверки и, соответственно, принимаем при подтверждении нарушений меры прокурорского реагирования. Какие же существуют рычаги воздействия у прокуратуры для того, чтобы восстановить права граждан? По результатам проверок мы можем применять комплекс мер прокурорского реагирования. Это внести представление об устранении нарушений закона, возбудить в отношении виновного должностного лица административное производство, направить иск в суд о возложении обязанности на управляющую компанию. Например, произвести ремонт в подъезде, покрасить детскую площадку. Можем объявить предостережение о недопустимости нарушений закона. Конечно, наш комплекс мер очень разнообразен. И, скажем, такая наиболее серьезная мера – это при выявлении уголовно наказуемого преследования прокурор направляет в порядке ст. 37 УПК материал для возбуждения соответствующего уголовного дела. Такие случаи тоже нередки. Как показывает практика, после вмешательства прокуратуры действительно ситуация меняется? Да, конечно. После вмешательства прокуратуры ситуация меняется. Как один из примеров я уже приводил, производится и перерасчет платы населению, производится ремонт, текущее содержание. Управляющая организация пересматривает тариф в соответствии с законодательством, правильно проводит протокол, общее собрание, его результатом составляет соответствующие документы. Конечно, ситуация меняется кардинально. Стали уже привычными посты в социальных сетях о том, что в многоквартирных домах очень часто идет ржавая вода. Как с этим бороться? Кто ответственен за подачу воды? И что делать людям? Проверки исполнения законодательства в сфере водоснабжения мы также проводим ежегодно в соответствии с нашими планами работы. Основной причиной некачественной воды является высокая изношенность сети водоснабжения, которая составляет в Саранске только свыше 70%. Мы принимаем определенные меры прокурорского реагирования. Например, по результатам проверки, проведенной недавно, произведена очистка более 35 километров системы холодного водоснабжения, в результате чего в городе Саранске граждане стали получать на порядок выше качественную воду. Из крана идет ржавая вода. Люди, как правило, ее спускают. В результате наматывается счетчик. За это им нужно платить. То есть получается переплата колоссальная. Такая проблема действительно существует. Но если по заявлению гражданина Роспотребнадзор проведет проверку, установит и органы прокуратуры установят то, что есть ржавая вода, то предусмотрен перерасчет данной платы. Роспотребнадзор производит замер качества воды. При установлении в нем превышения определенных вредных веществ составляет соответствующий акт, на основании которого производится перерасчет платы. Также это все производится и с участием работников прокуратуры. То есть мы их приглашаем в Роспотребнадзор в качестве специалистов. В одном из домов установили, что нуждается вся система прочистки. То есть трубы были ржавые. Соответственно, такая прочистка была по нашим мерам реагирования произведена. Сами видите, что качество воды улучшилось. Управляющие компании, ресурсно снабжающие организации получают колоссальные деньги, в том числе от населения в виде платежей. И это нередко все-таки бывает объектом преступного посягательства ответственных лиц. У нас в республике насколько актуальна эта проблема? Эта проблема актуальна у нас и в республике. В том году могу, например, привести такой пример. Ковылкинская межрайонная прокуратура выявлена в деятельности одной из управляющих компаний тот факт, что фактически какие-либо работы по обслуживанию жилого дома они на протяжении четырех месяцев не проводили. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей. Материал проверки прокурора района возбужден и расследуется уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть мошенничество. Сфера жилищно-коммунального хозяйства довольно сложная, с одной стороны. С другой стороны, сложностей в принципе особых нет. Есть определенные алгоритмы работы, есть определенная наработанная практика. Во многих случаях мы привлекаем специалистов и управление Роспотребнадзора, специалистов в государственной жилищной инспекции, чтобы установить какие-то где-то технические вопросы, тот же вопрос по ржавой воде, чтобы определенные замеры были сделаны. Качество этой воды. Поэтому, в принципе, работаем. На реализацию национальных проектов тоже выделяются колоссальные суммы. Прокуратура, я так понимаю, ведет контроль и надзор за исполнением. Также является одним из приоритетных видов надзора в деятельности прокуратуры. В числе национальных проектов у нас и переселение граждан из аварийного жилья. В текущем году у нас завершена программа переселения граждан из аварийного жилья до 2017 года. В этой сфере выявлены очень существенные нарушения и в Розаевском районе, и в Чамзинском районе. По материалу прокурора Розаевского района сейчас расследуется уголовное дело фактом о мошенничестве при реализации национального проекта переселения граждан из аварийного жилья. А какие там были выявлены нарушения? При переселении из ветхого аварийного жилья выявлялись следующие нарушения. Это представление некачественного жилья гражданину, то есть квартиры со строительными недоделками, хищение денежных средств при выполнении этой программы. В случае выявления строительных недоделок, во-первых, заказчик обязан в течение гарантийного услуга в течение пяти лет устранить данные недостатки. Гражданин также вправе обратиться в органы прокуратуры с соответствующим заявлением, по которому будет проведена проверка и приняты меры реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав гражданина. Не могу не затронуть тему заключения договоров с Газпром, Межрегионгаз, Саранск, который создал такой ажиотаж в начале января, когда всех обязали заключать договоры. И вот, наконец-то, прошло у нас уже с начала года пять месяцев, и какова же ситуация сейчас, зачем все это было нужно, и насколько правы были сотрудники, которые говорили о том, что мы будем отключать от газоснабжения те квартиры, тех жильцов, которые не заключили договоры. В проведенной прокурорской проверке по сообщениям, опубликованным в сети интернет и возможных нарушениях законов АО «Газпром» газораспределения Саранск при оформлении договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в декабре 2023 года, установлено нарушение гражданского и жилищного законодательства, выразившееся в направлении проектов договоров, не содержащихся существенных условий. А в ряде случаев отсутствовали анкетные данные, цена, предмет контрагентов по договору. По представлению прокурора Октябрьского района данные нарушения АО «Газпром» газораспределения Саранск устранены. Хотелось бы отметить, что гражданам заказчиков указанных услуг необходимо перезаключить соответствующий договор на техническое обслуживание газового оборудования, так как в соответствии с правилами пользования газом, части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги. По газоснабжению, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года номер 410, при отсутствии такого договора подача газа может быть приостановлена. За уклонение от заключения договора на техническое обслуживание установлена и административная ответственность по статье 9.23 части 2 Кодекса об административных правонарушениях. В апреле текущего года законодатель ужесточил эту административную ответственность и теперь штрафы для граждан, установленные в размере, до 10 тысяч рублей. На должностных лиц от 25 до 100 тысяч рублей. На юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей. Газораспределительная компания вправе предоставить подачу газа, если гражданин не заключил договор на техническое обслуживание. Причем отключить могут быть не только не частные дома, частный сектор, но и отдельную квартиру при наличии такой технической возможности. То есть это за незаключение договора? И в завершении нашего разговора, Олег Александрович, расскажите об итогах деятельности прокуратуры в сфере надзора по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В сфере надзора за исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства нам выявляются многочисленные нарушения законодательства. К примеру, за прошлый год выявлено 2,5 тысячи таких нарушений. В этом году уже выявлено полторы тысячи нарушений. По результатам мер прокурорского реагирования принимаются определенные меры, направленные на устранение нарушений закона. Приводится в соответствие и сеть водоснабжения, проводится техническое диагностирование, пересматривается незаконно установленная плата за содержание и ремонт жилого фонда. Возбуждаются уголовные дела по фактам и мошенничества, по фактам незаконной подделки документов. Таких нарушений выявляется очень много и, как показывает практика прокурорского надзора, нарушения в сфере ЖКХ распространены. Олег Александрович, большое спасибо вам за такую насыщенную, интересную и очень полезную беседу. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин